С 24 по 27 сентября в Рязани проходил пятый международный форум древних городов «Нарядный мир». В рамках форума в Рязанском художественном музее проходит межрегиональный фестиваль «Этномозаика» выставка-конкурс современной одежды и текстиля по мотивам русского народного костюма и тканей. Участниками фестиваля стали представители Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии Штиглица, участники Московской государственной художественно-промышленной академии Строганова, колледжа дизайна и декоративного искусства Строганова, Ивановского технологического университета, высшей школы народного искусства Рязанского филиала, ЗАО «Труженица» город Михайлов Рязанской области и, конечно же, всемирно известный Кадамский Венис. Дорогие друзья, 25 августа в рамках форума древних городов и межрегионального фестиваля «Этномозаика» в Рязанском художественном музее открылась удивительная выставка. Выставка-конкурс современной одежды и текстиля по мотивам русского народного костюма и тканей. Это праздник. Это праздник для любителей и ценителей народного искусства. Эта выставка работает на двух площадках. Рязанский художественный музей улицы Свобода, 57, и выставочный зал на улице Есенина, 112. Эту прекрасную экспозицию гости и жители нашего города могут посетить в музее по 7 сентября. В выставочном зале экспозиция продолжит свою работу по 13 сентября, так что приходите, будет очень интересно. Это не просто выставка, это площадка, на которой вы сможете пообщаться с мастерами, как уже сложившимися, профессиональными художниками, так и учащейся молодежью. Мастер-классы, лекции, творческие встречи, такая яркая разнообразная программа, и все это в окружении мотивов народного творчества, потому что и до сих пор традиции русского искусства, народного искусства являются основой творчества профессиональных мастеров. И в Этномозаике приняли участие свыше 100 участников. И вы представляете, как сложно было работать жюри. Оно должно было выбрать из такого большого количества конкурсантов чуть более 20. Но это самые достойные. А главный приз – керамическая скопа. Большая скопа и малая скопа был еще главный специальный приз. Золотая скопа и серебряная скопа. И, наверное, вы догадались, что выполнили ее на скопенском промысле. Татьяна Константиновна Голованова – автор призов. Почетный гражданин города Скопин, народный художник Российской Федерации. Скопа – это символ для сотрудников, талантливых мастеров скопинского гончарного промысла. Она является олицетворением возрождения традиций народного искусства. Это удивительный мир. И хочется вдохнуть полной груди. И, как вы видите, на мне тоже костюм необычный. Я в нем себя очень хорошо чувствую, несмотря на жару. Традиции народного искусства. Как это нужно нам сейчас? Приходите, друзья. Это очень интересно, тепло и уютно. Традиции народного искусства. Традиции народного искусства. Продолжение следует...